Десять лет назад, когда основал компанию, я собрал 17 человек и сказал им, что дам каждому по одному миллиону долларов наличными. Уже прошло 10 лет, как я говорил это, я обещал им это все 10 лет. Как вы думаете, что произошло спустя 10 лет? Вот почему вы должны продолжать рассказывать окружающим ваши мечты. Что вам нужно говорить остальным? Если вы пообещаете им, что дадите каждому по одному миллиону долларов, тогда действительно это станет реальностью. Слушайте меня все. Ваши слова должны предшествовать вашим действиям. Есть одна старая корейская поговорка. Не позволяйте вашим словам предшествовать вашим действиям. Однако многие корейцы не согласны с ней. Ваши сердца должны оставаться неизменными, когда вы заходите в туалет и когда вы ходите. Так думают только очень странные люди. Вы должны бежать в туалет, а после вы должны быть в расслабленном состоянии, правда? Если вы находитесь в состоянии нетерпения в обоих случаях, это немного странно, да? Вы должны пребывать в разных состояниях в этих случаях. Слова человека должны предшествовать его действиям. Позвольте вашим словам предшествовать вашим действиям, и тогда это станет реальностью. Знаете, откуда я это узнал? Я узнал это из Библии. Что первое сделал Бог, когда создавал землю? Первое, что Он использовал, это были слова. Он создал мир с помощью Своих слов. Вот почему вам надо создать ваш успех при помощи ваших слов. Вы должны говорить людям, я буду зарабатывать 50 тысяч долларов в месяц. Я буду зарабатывать 100 тысяч долларов в месяц. Вы должны говорить это окружающим на протяжении 5-10 лет. Когда слова станут уверенными, тогда вы действительно можете стать успешными. Умные люди говорят, это вообще возможно в нашем мире. Как кто-то такой же, как я, может зарабатывать 50 тысяч долларов в месяц? Вы думаете, 50 тысяч долларов это шутка? Для таких людей это может быть абсурдно. Но те, кто продолжает так говорить, у них получится зарабатывать 50 тысяч долларов в месяц, будучи обычным человеком. Это, кстати, люди, сидящие прямо здесь. Те, кто добился успеха, хотя они не способствовали этому. Это мудрость, которой нас учит Библия. Вот почему вы должны говорить другим людям, что вы определенно станете успешным человеком. Перед тем, как что-то говорить людям, для начала вы должны записать ваши слова. Это и есть жизненный сценарий. Вы должны написать, каким вы станете человеком, когда добьетесь успеха. Вы должны превратить это в фильм в вашей голове. Когда вы пытаетесь поговорить с другими людьми, вы на самом деле не можете думать о том, что сказать. Когда кто-то из вас спрашивает, каким бы ты был человеком, если бы стал успешным, большинство людей не могут ответить. Вы должны иметь конкретное видение о вашем успехе. Вы должны конкретно написать, сколько вы хотите зарабатывать в месяц. Напишите, сколько вы хотите заработать денег в течение 10 лет. Также опишите машину вашей мечты, конкретный дом, в котором вы хотите жить. Вы должны иметь видение о том, как люди вокруг вас тоже станут успешными. Будьте конкретны в том, сколько вы хотите отдавать на благотворительность. Далее вы должны представить жизнь, которой вы хотите жить. Представьте это во всех красках. И вы должны рассказать об этом окружающим. Некоторые будут вас слушать, некоторые проигнорируют, но это не имеет значения. Самое главное, что вы слушаете себя. Это важно, слушать себя на протяжении 5-10 лет. Однажды мой друг сказал мне, бизнес в атоме такой сложный. Я ему ответил, не говори так, это кажется сложным только потому, что ты так говоришь. Знаете, что он мне ответил? Я не говорю это другим людям. Я говорю это только тебе, потому что ты мой друг. Я ответил, даже если ты говоришь это только мне, два человека это слышат. Ты и я сейчас слушаем твои слова. Скорее всего, перед тем, как сказать мне это, он подумал, что не может это сделать. Я не смогу это сделать, это слишком сложно. Знаете, кто все это слышал? В первую очередь слышал он сам. Вот почему это гораздо сложнее. Вы должны говорить себе, что вы сможете это сделать. Скажите себе, я смогу это сделать. Для начала вы должны убедить себя, а потом других. Поверить в себя это самое важное. Закон успеха прост. Какой жизнью я буду жить, когда достигну успеха? Вы должны нарисовать четкий образ в вашей голове. Но перед тем, как представить, вы должны написать это. Даже если вы уже писали в прошлом месяце, в этом вы должны написать заново. Вы должны переписывать каждый месяц. А еще лучше писать каждый день. Если каждый день сложно, хотя бы пишите каждый месяц, когда приходите сюда. Если вы будете описывать жизнь, которую вы хотите, каждый месяц, ваша жизнь начнет постепенно меняться. Давайте представим, что квартира вашей мечты была 165 квадратных метров. Но вдруг ваша мечта изменилась, и вы захотели частный дом. Тогда должны ли вы переписать ваш жизненный сценарий? Ну, конечно. Почему? Потому что дом вашей мечты изменился. Это единственный способ двигаться вперед. Представим, что Мерседес был машиной вашей мечты. Но однажды вы увидели Порше, и ваша мечта поменялась. Вау, этот Порше идеал красоты. И вы не можете спать. Тогда вам нужно поменять вашу мечту. Это совершенно бесплатно, поменять машину мечты в вашем воображении. Это не стоит ни цента. Все, что вам надо сделать, это поменять ваши мысли. Никто не просит вас отдавать процент за это. Вот почему это так просто. Вам надо продолжать обновлять ваши мечты. Записывать ту жизнь, которую вы хотите. Жизнь, которая сведет вас с ума, если она станет реальностью. Записывайте все это в вашем жизненном сценарии. Не скромничайте, когда записываете ваши мечты. Знаете, что произойдет, если вы будете скромничать? Вы сдадитесь, потому что это не стоит того. Вы откажетесь от своей мечты. Вещи, которые вы должны писать в вашем жизненном сценарии, это вещи, которые сведут вас с ума, если станут реальностью. Даже если я умру, делая это, я буду счастлив. Пишите в вашем жизненном сценарии вещи, на которые вы готовы положить в вашу жизнь. Мечты, которые находятся у вас в голове. Если вы нормальный человек, то у вас есть такие мечты. Например, есть женщина 50 лет. Она хочет поступить в военную академию. Она хочет стать кадетом, а затем офицером. И она держит этот образ в голове. Как вы думаете, это может стать реальностью? Военная академия принимает людей за 50? Нет, это 100% невозможно. А что насчет мечты зарабатывать 50 тысяч долларов в месяц? Тут нет стопроцентной гарантии. Но с другой стороны, это возможно. Вы должны пробовать добиться успеха в областях с невысокими шансами. Если вы бросаете себе вызов в делах, где гарантирован стопроцентный успех, это немного бессмысленно. Не впутывайте себя в дела со стопроцентным успехом. К примеру, вы хотите забраться на холм сзади вашего дома. Может ли каждый из вас совершить такой подвиг? Может. Тогда стоил ли того вызов? Нет, это не такой уж и великий поступок. К примеру, вы торгуете рыбой на улице. Может ли каждый это сделать? Да, каждый может это сделать. Вам надо просто остерегаться полиции. Если вы захотите, вы сто процентов можете это сделать. Даже если вы достигли успеха в деле, которое может выполнить каждый, это равносильно провалу. Что тогда вы должны сделать для полноценного успеха? Даже если он не имеет стопроцентного шанса, вы должны браться за такие вещи, которые сделают вас успешным во всех смыслах. Зарабатывать 50 или 100 тысяч долларов в месяц. Это не имеет стопроцентного шанса на успех. Но все еще есть шанс, правильно? Видели ли вы людей, которые добились успеха сатоми? Да, таких много. Сейчас у нас есть миллионы участников. Правильно? Но до этого было не так много людей, которые добились успеха. По сравнению с тем количеством, сейчас у нас множество успешных людей. Просто представьте, как много империал-мастеров у нас будет через 10 лет, когда сейчас у нас 6 миллионов участников Атоми. Но есть и те, кто говорит, что не сможет сделать это. Не должны ли вы бросить себе вызов и сказать, что вы сможете? Вы должны верить, что вы сможете это сделать? Вы должны бросать вызов областям с невысоким шансом на успех. А для того, чтобы сделать это, вам нужно мужество. Многие люди боятся провала, поэтому не рассказывают другим. Они не могут прямо и открыто сказать об этом. Но есть и те, кто говорят о своих мечтах прямо, когда было всего 17 участников, я прямо заявил им, что Атоми станет глобальной компанией. Я сказал им, что они будут зарабатывать 50-100 тысяч долларов в месяц. Тогда я знал, что процент успеха был меньше 1%, и 99% потерпеть неудачу. И как я мог говорить такие вещи этим 17 людям? У меня тогда не было ничего. Я сказал, мы станем глобальной компанией. Я сказал им, что они будут зарабатывать по 50 тысяч долларов в месяц. Я сказал им, что дам каждому Мерседес. В то время я водил старенький автомобиль стоимостью 2800 долларов. Умные люди ушли сразу, как только услышали меня. Сначала сделай сам. 50 тысяч долларов это шутка. Умные люди ответили в этом ключе. У таких людей хорошая проницательность. Но те, кто был не так умен, как империал мастер Пак Чонсу и краун мастер Чхавик и Джун, они не ушли и продолжили работу. 10 из тех 17 людей сейчас стали успешными. Они были не такие умные. А те, кто был умен в то время, сказали, что это нонсенс и ушли. Я не знаю, что с ними сейчас. С теми, кто не разделил мое мнение и покинул компанию. Если честно, мне тоже было страшно говорить такие вещи. Это страшно. Правда? Возможность успеха была меньше 1%. Возможность провала составляла 99%. Но я встретился со своим страхом и высказал свое видение. вот когда вам понадобится мужество. Мужество это не бояться страха. Мужество это встретиться лицом к лицу со своим страхом. Мужество это сказать «Я буду зарабатывать 50-100 тысяч долларов в месяц». Это вдохновлять остальных. Давайте сделаем это вместе. Даже когда вы говорите такие вещи, вы знаете, что можете провалиться. Конечно, вы знаете, вы должны перебороть этот страх и кричать о своей мечте. Если вы испуганы, вы просто должны где-то спрятаться и трястись от страха. Что случится со мной, если я провалюсь? Но при других людях вы должны продолжать кричать о своей уверенности. Эй, подруга, представь тот день, когда я буду зарабатывать 100 тысяч долларов. Не будет ли тебе стыдно, когда ты будешь зарабатывать 5 тысяч долларов или 7 тысяч долларов, которые приносит твой муж домой? Возможно, муж зарабатывает 7 тысяч долларов в месяц, а вы зарабатываете 10 тысяч долларов на временной подработке. И вы продолжаете спрашивать своих друзей, что ты будешь делать на пенсии? Ваш друг может ответить, заботься лучше о себе. Нет, я буду зарабатывать 50 тысяч долларов в месяц. Я волнуюсь себе. Вот что значит мужество. Слушайте все. Вам надо встретиться лицом к лицу с вашими страхами. Это невеликое знание. Это не знание, которое обеспечит вам успех. Все вы знаете, что я плохо учился в школе. Один раз я даже остался на второй год. Я едва закончил университет, занимаясь по ночам. Я закончил магистратуру и получил докторскую степень только в 60 лет. Но я был стойким и продолжал учиться. Я стойко посещал занятия на протяжении этих пяти лет. Те, кто хорошо учился в школе, скорее всего, получили эти степени к тридцати. Сейчас я все еще пишу свою докторскую. Я только получил свой диплом. Я плохо учился. Все мои однокурсники получили свою ученую степень, потому что написали докторскую. Но я все еще ее пишу. Но я все еще остаюсь стойким. Если честно, я не очень умен. Я не очень умен, но если у меня появилась цель, то я стойко иду к этой цели. я добился успеха благодаря этой стойкости и мужеству. Я призываю вас всех перестать бояться. Не проживайте вашу жизнь в качестве труса, особенно перед другими людьми. Я прошу вас не проживать вашу жизнь просто как человек из народа, как простолюдин. Некоторые скажут, мне нравится быть человеком из народа. Я тоже раньше так жил. В этом нет ничего хорошего. становитесь богаче, будьте добрыми, богатыми людьми и делитесь с другими. Вы думаете, только человек из народа может быть добрым? Есть очень много богатых людей, которые тоже очень добры. Если вы не можете найти богатых и добрых людей, сами станьте таким. Когда вы ставите цель в жизни, вы должны установить высокую планку для себя. Если вы хотите достичь успеха, вы должны верить. В Библии написано, что вера это иметь надежду в то, чего не видишь. Вера не во что-то очевидное. Что если я скажу? Поверьте, что это микрофон. Это нелепо, правда? О чем ты говоришь? Конечно, это реальный микрофон. Вера это верить в неочевидное. Вы все должны верить. Тогда что вы должны вложить в свою веру. Для начала вы должны написать ваш жизненный сценарий. Вы должны нарисовать картину своей жизни в голове, которую вы хотите прожить, будучи успешным. Могут ли другие увидеть ваши мечты? Нет, они невидимы. Но вы должны быть способны видеть ваши собственные мечты. Вы должны принести свое будущее в свое настоящее. И вы должны использовать это как двигатель своей прошлой жизни. Даже если сейчас ваша машина это бесполезный кусок мусора, вы должны мечтать о Мерседесе. Вы должны представить себя сидящим на заднем сидении в то время, как ваш друг или муж управляют автомобилем. Вы должны представить это в своей голове. Будьте конкретными в ваших желаниях. Например, вы хотите помочь кому-то. Это могут быть деньги, либо вы хотите дом 330 квадратных метров. Вам нужен такой дом, чтобы пригласить ваших близких и устроить вечеринку. И возможно, вы хотите рассказать остальным об Атоме. С этого момента вы должны держать это в вашей голове. Дом, машину и жизнь, которую вы хотите. Вы должны рисовать это у себя в голове. Вы должны представлять вещи, которые сделают вас счастливыми, которые сведут вас с ума. Вы должны воплотить такие мечты в реальность. Вы должны взять будущее и принести его в настоящее. Этим вы можете двигать свою жизнь. Причина, почему вы так слабы, в том, что у вас нет видения, это потому, что у вас нет надежды. Это правда, что есть люди, которые могут мотивировать себя на приобретение мечты. такие люди называются многообещающими. Вы говорите про таких людей оптимисты, но если вы по своей натуре не являетесь оптимистом, и даже если у вас нет надежды, если вы сможете четко нарисовать эту картину в своей голове, тогда вы сможете использовать это видение как мотиватор вашей жизни. вы станете влиятельным человеком. Люди, которые были со мной в самом начале Атоми, говорили, что не знали, насколько я был беден. Они думали, я принадлежу хотя бы к среднему классу. Они не знали, что я был настолько беден. Также поставщики наших продуктов говорили, что не снабжали бы нас продукцией, если бы знали, насколько я был беден. Но я не сдавался. Вот почему слова человека должны предшествовать его действиям. Что я только что сказал? Слова должны предшествовать действиям. Вы должны рассказывать ваши мечты людям. вы должны кричать о своих мечтах. Вы должны говорить, даже если они не верят вам. Наберитесь мужества. Вы должны говорить с окружающими. Говорить об успешной жизни, которую вы всегда хотели. Позвольте вашим словам стать реальностью. Если вы расскажете всем о жизни, которую вы хотите, вы станете успешным. Я надеюсь, вы поверите в это. На этом я закончу свою лекцию. Спасибо, что пришли. лекции.